На этой неделе в Гомельской области отметили одновременно трагическую и героическую дату. 30-летие вывода ограниченного контингента советской армии из Афганистана. Трагическую, потому что Советский Союз потерял в той войне более 20 тысяч человек. При этом наши солдаты и офицеры продемонстрировали примеры настоящей воинской доблести. И, наверное, совсем не зря сегодня эту войну называют первой антитеррористической операцией в новейшей истории. Наши корреспонденты встретились с участниками событий. Областная акция «Зажги свечу памяти» проходит одновременно в Свято-Петропавловском соборе в Гомеле и Михайловском кафедральном в Мозере. Все ее участники прошли дорогами войны, а поэтому хорошо знают цену жизни и военного братства. Многие из них могли погибнуть и не раз, но им повезло. К сожалению, 126 совсем еще молодых ребят из Гомельской области не вернулись домой. 126 трагедий для их семей, однополчан и всей страны. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Верю и нисколько не сомневаюсь, что каждый, кто до конца был верен присяге, кто жил по закону чести и долга, кто остался человеком в кромешном аду войны, получит от Всевышнего награду на небесах. Во время панихиды священнослужители просят Бога отпустить погибшим все их грехи. Вспоминают всех по именам – Геннадий, Валерий, Сергей, Георгий. 126 имен тех, кто до конца выполнил свой воинский долг. Сергия, Николай, Елена Георгия, Сергия, Виктора, Георгия, Игорь, Мастерин, Петра, Владимир, Сергия, Павла, Петра. Подхожу к командирую и спрашиваю, кого нету в первую очередь, кого нету. Он говорит, допустим, Ваня, Вася, Володя и так далее. Ну, каждый раз бывало, один-два человека нету. Ну и плохо, ну мы бережно кровать заправляли, как положено. Место никто не занимал, это парни, который погиб. 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в нашей области готовились не только бывшие афганцы. Сегодня немногие знают, что первый в Советском Союзе музей воинов-интернационалистов был открыт в Гомеле в феврале 1990 года, в первую годовщину. Во времена, когда та война была еще во многом запрещенной темой, прошедшие ее офицеры решили сохранить память о своих боевых друзьях. Экспозицию создали в 51-й школе, ныне гимназии. Это было действительно боевое братство. Они и сейчас готовы в бой, но только обязательно вместе. Сейчас можно было бы вернуться, но опять же, только со своими. С теми, с кем служил, с кем ходил на боевые, с кем вообще общался. Общался там можно, с другими нет. Накануне 30-х годовщины вывода ограниченного контингента советской армии из Афганистана в Гомельском областном музее военной славы открыли выставку под названием «Солдат. Всегда солдат». Именно здесь, накануне Дня памяти, собрались участники боевых действий. Это действительно символично. Воины-интернационалисты стали достойными потомками ветеранов Великой Отечественной. У многих из них по несколько наград, в том числе боевых. Ордена Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, медали за отвагу и за боевые заслуги. В эти дни они получают еще одну медаль. 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Говорят, и самим не верятся, что прошло уже три десятилетия. Для нас в то время солдат срочной службы, на самом главном, было выполнить приказ Родины, свою присягу, свои обязанности. Политическую оценку сейчас многие деятели пытаются дать, но она не дана до сих пор. Надо, не надо. Такой вопрос для меня, честно говоря, не стоит. Для меня стоял и стоит вопрос одно – честно выполнить свой долг. Предыстория войны началась в 1978 году, когда в Афганистане произошла так называемая Апрельская революция. Через несколько месяцев Советский Союз заключил с этой республикой договор о дружбе и сотрудничестве, в рамках которого 25 декабря в 16 часов 30 минут по московскому времени начался ввод в Афганистан ограниченного контингента советских войск. В те дни большинство местных жителей встречали шурави как друзей. О том, что в этой стране наша армия задержится на 9 лет и 51 день, тогда никто даже не думал. Отношение афганского народа было очень доброжелательное. Если по пути следователей мы останавливались, всегда они подходили, интересовались. Спасибо, что приехали. Естественно, наша задача была оказание помощи. Поэтому первые дни отношение было хорошим. В рамках мероприятия к 30-летию вывода ограниченного контингента советской армии из Афганистана в Гумель открываются еще три мемориальные доски на здании, где когда-то учились погибшие воины-интернационалисты. Алексей Кравцов был учащимся 36-й школы. Сержант-десантник погиб 25 декабря 1982 года, через полтора месяца после того, как ему исполнилось 19. Отец солдата Юрий Кравцов вспоминает, в мирной жизни Алексей был обычным парнем. Когда пришла повестка о призыве на службу, как и его друзья, повода восстаться на гражданке искать не стал. Мы его проводили на вокзал туда, повезли на Марьину горку туда. У меня вот еще дома все вот эти вот вещи, вот книжки, и все, памятное все. Сегодня можно долго спорить о целесообразности ведения активных боевых действий в Афганистане, как и о причинах, почему представители когда-то дружественных стран на несколько лет стали врагами. Во время митинга и возложения цветов к областному мемориалу погибших воинов-интернационалистов разговор не об этом. Люди с честью, выполнившие свой воинский долг, достойны того, чтобы нынешняя молодежь считала их примером для подражания. Когда мы пришли с Афганистана, у нас было очень много прав, право учиться, право работать, право создавать семьи. Но у нас, наверное, не было одного права, право забыть. И вот до тех пор, пока сегодня живут афганцы, вот мы должны ходить в школы, ходить в другие учебные заведения, трудовые коллективы и рассказывать, рассказывать об этой войне, чтобы это никогда в жизни не повторилось. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько. Новости недели.